МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Томикен Бизнес в студии Эльвира Нейманбаева. Добрый день. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2019 году Лариса Пак скончалась, а год спустя ее полностью реабилитировали. Антикор на тот момент Нацбюро по противодействию коррупции так и не смог доказать причастность чиновнице к преступлению. Агентство по противодействию коррупции в качестве правоприемника упраздненного Национального бюро по противодействию коррупции выражает искренние соболезнования родственникам Ларисы Юнбоевны Пак в связи с утратой и приносит официальные извинения за причиненный вред. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Семьям погибших и пострадавших на Тенгизе окажут материальную помощь. Об этом заявил Акима Тараусской области Серик Шапкенов. Глава региона поручил руководителю областного управления здравоохранения оказать необходимое медицинское лечение пострадавшим. Он также рассказал, что на месте происшествия работает специальная комиссия. Между тем стала известна причина взрыва на Тенгизе. Это срыв фланцевого соединения, в результате которого погибли два человека, еще трое получили травмы. Напомню, 6 июля на стройплощадке ТО Тенгиз Шевройл во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Синэмдэ Курэллэс и ее подрядных организаций произошел сброс давления. На данный момент работы на месторождении полностью приостановлены. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Поврешение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». ТО Тенгиз Шевройл была уведомлена о том, что 6 июля на строительной площадке во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Синэмдэ Курэллэс и ее подрядных организаций произошел сброс давления, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний. Пострадавшие работники незамедлительно были доставлены в больницу ТШО, где получают необходимую медицинскую помощь. Более 300 миллиардов тенге потеряет Казахстан из-за приостановки на месяц Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом в интервью «Инбизнес Киезет» сообщил глава Союза нефтесервисных компаний Рашид Жексылыков. Эксперт считает, что причина приостановки отгрузки казахстанской нефти через КТК в Европу не в экологической проблеме, как сообщалось ранее в официальной версии, а в политических интересах. Казахстан за этот же месяц потеряет до 50% налоговых поступлений в бюджет, 70% экспортного дохода. Доллар обеспечивает нефтегазовая отрасль, и если в течение месяца в бюджет страны не будет вливаний иностранной валюты, тенге упадет еще больше. Ситуация сейчас непростая. В течение месяца каждый казахстанец, который не разбирается в том, что такое КТК, почувствует на себе, как пойдут в рост цены на все, и снизится наша покупательская способность. Полагаю, причины закрытия КТК решением Приморского районного суда Новороссийска с 5 июля на 30 суток не в экологических нарушениях. Все кроется в политической плоскости. Со временем, буквально недавно, в Министерстве энергетики прокомментировали ситуацию на КТК. Ведомстве заверили, что в настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему осуществляют в штатном режиме. Учитывая непрерывный цикл производственного процесса, консорциум обратился в суд с ходатайством о приостановлении исполнения постановления суди, а также ведет работу с соответствующими госорганами и ведомствами России по устранению документарных нарушений, указанных в предприятии Ространснадзора. Отмечается сообщение Минэнерго. Глава государства Касамжамар Тукаев поручил диверсифицировать маршруты поставки казахстанской нефти. В частности, президент поручил Казмуна и Газу проработать оптимальный вариант реализации этой задачи, в том числе с возможностью привлечения инвесторов тенгизского проекта. Правительству совместно с Амрук Казына следует принять меры по увеличению мощности нефтепроводов от Ирау Кинкияк и Кинкияк Кумколь, заявил Касамжамарт Тукаев. Между тем, американская валюта в нашей стране вновь демонстрирует стремительный рост. В обменных пунктах столиц сегодня ее продавали по 478-480 тенге. В Алматы стоимость доходила до 483 тенге, оскупали доллар по 475 тенге. Отмечу, курс доллара в день столицы был равен 469 тенге. Такой резкий скачок валюты сразу на 10 тенге связан с проблемами в работе Каспийского трубопровода и мировом снижении цен на нефть, убеждены некоторые эксперты. В стране установлены предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ на автозаправочных станциях. Соответствующий приказ подписал глава агентства по защите и развитию конкуренции. Так, согласно документу, максимальная стоимость автогаза в стране составляет 70 тенге за литр, минимальная 50. Что касается крупных городов, то в столице цена топлива 70 тенге за литр, в Алматы 65, в Шимкенте 60-65 тенге. Эти цены будут действовать до 1 января 2023 года. Тариф на воду вырастет с 1 августа в Кустанай. Местные коммунальщики обратились в антимонопольный экспортамент и попросили увеличить стоимость куба воды. Для населения почти на 25 тенге, для юридических лиц и бюджетников на 117 тенге. Предприятие Кустанай-СУ объясняло такой шаг к необходимости ремонта сетей. Антимонопольный департамент заявку коммунальщиков рассмотрел, но аппетиты умерил. Так, в новый тариф теперь включены расходы на капремонт сетей. В январе антимонопольщики исключили их из сметы тарифа, снизив стоимость воды на 17,5%, услуг канализации на 20%. В итоге, с 1 августа для бизнеса и бюджетных организаций куб воды будет дороже почти на 46 тенге, для населения на 9 тенге. Но это все равно выгоднее, чем было раньше, уверены чиновники. Если указанные тарифы сравнивать с предыдущими годами, то он ниже уровня декабря 2021 года, а также ниже тарифов 2017 года, где тариф был у нас около 78 тенге. Тепловики должны вернуть шимкенцам 27 миллионов тенге. Оказалось, что поставщики отопления перестарались и начислили в тариф горожанам дополнительный платеж. Делать это было нельзя, потому что зима в мегаполисе была теплее на 2,5 градуса. Платить за отопление в квартирах жителей должны были, соответственно, меньше. Перерасчет провели под контролем сотрудников департамента комитета по регулированию естественных монополий. Теперь деньги придется возвращать. Сумма будет зависеть от квадратуры квартиры. Например, собственникам двухкомнатной квартиры площадью в 60 квадратов вернут почти 700 тенге. Было теплее на улице, соответственно, меньше тепла ушло. Тепловики меньше топлива сожгли. Соответственно, эти деньги по закону должны вернуть потребителям. Это будет отражено в квитанции в ноябре 2022 года. То есть будет путем перерасчета. Не прямой возврат деньги будет, а путем перерасчета в квитанции. К международной повестке треть мирового населения, или 2 миллиарда 300 миллионов человек на земле, столкнулись с нехваткой продовольствия. Таким образом, человечество отдалилось от глобальной цели полностью искоренить голод к концу этого десятилетия, опасаются в ООН. И тем продолжит мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, добрый день. Здравствуй, Эльвира. Неутешительные прогнозы опубликованы в докладе Организации Объединенных Наций. Мир демонстрирует регресс в попытках покончить с голодом, неблагополучным положением в продовольственной сфере и недоеданием, во всех их формах, говорится в документе. В период пандемии число голодающих резко выросло на 112 миллионов. Это стало следствием роста потребительских цен на еду. Ситуацию продолжает усугублять нарушение цепочек поставок из-за событий в Украине. Проблемы с логистикой дальше будут провоцировать рост цен не только на еду, но и удобрения, и источники энергии. По данным доклада, в прошлом году число голодающих росло в Африке, Азии, Латинской Америке и в странах Карибского моря. Больше всего уязвимых зафиксировано в Азии. Там недоедает 425 миллионов человек. В ООН отметили, что усиление таких явлений, как пандемия, стихийные бедствия, вооруженные конфликты в сочетании с растущим неравенством, требуют от различных правительств быстрых действий. Однако, с учетом пересмотренных в сторону серьезного снижения прогнозов мирового экономического роста на этот год, в ООН ожидает, что в сельскохозяйственный сектор теперь поступит лишь ограниченный объем инвестиций. Эльвира. Китай продолжил покупать больше объема нефти у России, несмотря на локдауны и замедление производства. По данным агентства Reuters, в прошлый месяц импорт российской нефти достиг почти 2 миллионов баррелей в сутки или 15% общего спроса в КНР. Таким образом, второй месяц подряд Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Поднебесную, обгоняем Саудовскую Аравию. Добавлю вам, часть российской нефти, около 880 тысяч баррелей в сутки, согласно оценкам, поступила в прошлом месяце в Китай по АВСТО и Казахстана китайскому трубопроводу. Массовые беспорядки в Каракалпакстане были попыткой подорвать конституционный строй, территориальную целостность и единство Узбекистана. Такое заявление накануне озвучило Министерство иностранных дел Республики. Под предлогом протеста против внесенных на всеобщее обсуждение предложений по конституционным поправкам, группой злоумышленников были организованы насильственные акции, стычки и попытки силового захвата зданий органов госвласти, отмечается в сообщении МИДа. По данным Генпрокуратуры, в результате беспорядка в конце прошлой недели погибли 18 человек, почти 250 пострадали. Борис Джонсон продолжает бороться за свое политическое выживание. Действующий премьер-министр Великобритании накануне отвечал на вопрос с комитета по связям с высшими должностными лицами парламента. Депутаты партии не скрывают, что на следующей неделе могут выразить Джонсону вотум недоверия. Кабинет его министров также постепенно сокращается. Один вслед за другим покидают его команду. Однако сам он наотрез отказывается уходить. Карьеру британского премьера подкосило его участие в вечеринках во время карантина, скандалы с его подчиненными, а также удорожание жизни в Британии на фоне текущего кризиса. Я не собираюсь уходить в отставку, и, честно говоря, последнее, что нужно этой стране – это выборы. Риск заключается в том, что люди продолжают сосредотачиваться не на тех вещах. И я думаю, что это ошибка. Что нам нужно сделать, так это наладить стабильную работу правительства. 70 миллионов долларов Казахстан направит в Организацию тюркских государств. По информации Министерства нациоэкономики, общий инвестфонд для пяти государств составляет 350 миллионов долларов. Средства направят на развитие внутри региональной торговли и поддержки экономического сотрудничества. Сумма будет равномерно поделена между странами-участницами. Среди них Казахстан, Кыргызстан, Турция, Азербайджан и Узбекистан. Министерства нациоэкономики отметили – это пока лишь предложение. Предварительно начальный уставной капитал фонда определен в размере 350 миллионов долларов. Но сторонами все еще ведутся переговоры. Некоторые министерства и акиматы неэффективно ведут свою информационную работу. Такой вывод озвучили на заседании комиссии по вопросам доступа к информации, где рассказали о рейтинге среди центральных госорганов. Антилидерами стали Министерство здравоохранения и Агентство по финансовому мониторингу. В разрезе же регионов плачевная ситуация в Павлодарской, Жамбылской и Мангостаусской областях. Их работу назвали неэффективной. В целом же определили основные недостатки, характерные для многих госорганов. Это отсутствие на официальных сайтах оповещений о проведении публичных слушаний, предоставление формальных ответов, несвоевременное обновление открытых данных, а также ответов на обращения, поступающих на блоги первых руководителей. Участники заседания отметили важность получения доступа к информации достоверной, поэтому рекомендовали усилить информационную работу. В Казахстане рассматривают три подхода к введению пенсионных взносов работодателей. Такой анализ представили в Министерстве труда и соцзащиты. В документе представили три подхода к введению взносов. Первый вариант – это поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей, начиная с 1,5% в 2023 году с постепенным повышением до 5% к 2027 году. Второй вариант – отмена введения обязательных пенсионных взносов работодателей или же введение поэтапно, начиная с 1% с 2023 года, с постепенным повышением до 5% к 2028. Третье, введение обязательных пенсионных взносов работодателя в качестве личных сбережений на индивидуальных пенсионных счетах в ЕНПФ, а не как условно накопительный компонент. Вариант с отменой введения обязательных пенсионных взносов работодателя в Минтруда считают неприемлемым. Отмена обязательных пенсионных взносов работодателей нецелесообразна. УПВР вводится для сохранения адекватности пенсионного обеспечения. Они направлены на усиление трехсторонних трудовых отношений в пенсионном обеспечении граждан, а также стимулированию граждан по участию в пенсионной системе, повышению ответственности работодателей по формализации трудовых отношений. Будет сформирована полноценная пенсионная система с обязательным участием в ней государства, работодателей и самих работников. Это позволит обеспечить финансовую устойчивость пенсионной системы, а коэффициент замещения пенсионными выплатами после выхода на пенсию будет составлять на уровне не ниже 40% рекомендованного Международной организации труда. И последнее. Средний балл ЕНТ среди всех абитуриентов снизился до 66 баллов. Для сравнения в прошлом году было 69, и ранее с каждым годом тенденция снижалась. Министерство образования это объясняет ужесточением правил ЕНТ. В этом году из зала тестирования были выведены 322 ученика. Их результаты аннулированы. Я думаю, самый главный показатель, почему снижение баллов идет, это то, что ЕНТ отныне мы проводим очень прозрачно. Главный ориентир делаем на академическую честность, переводом на компьютерный формат отныне списать или пронести шпаргалку отныне стало невозможно. Я даже только что привел пример. Например, если в этом году всего лишь у нас было зафиксировано 327 случаев при входе, когда хотели пронести запрещенные предметы, то в 2019 году 400 раз было больше, 128 тысяч запрещенных предметов было. В целом в этом году сдали ЕНТ 154 тысячи абитуриентов, больше половины на казахском языке, 24% на русском. И 213 предпочли английский язык тестирования. Отмечу, в пороговый балл набрали более 103 тысяч поступающих, что составляет 67% от общего количества участников. Чаще всего школьники выбирали сочетание предметов физика-математика и химия-биология. Максимальный балл 139 набрали три абитуриента, однако двое из них не придерживались принципа академической честности и нарушили правила. Их результаты аннулировали, а данные третьего абитуриента сейчас находятся под проверкой. На этом пока все. Еще больше информации в наших социальных сетях. Оставайтесь на этом и кинобизнес. До встречи. Продолжение следует...